Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Анны Маскаленко и перейдем к выпуску. Технический осмотр сельхозтехники проводят в Алтайском крае перед посевным сезоном. В этом году рейд начали с тракторов одного из хозяйств Алейского района. Сотрудники гостехнадзора проверили техническое состояние машин, исправность рулевого управления, световых и звуковых сигналов. Оценили, насколько при работе выполняются требования безопасности. Безопасность должна быть не только в самом тракторе, но и рядом засыпщики семян, погрузчики минеральных удобрений. Другие люди, случайно находящиеся около техники, должны быть находиться в безопасных условиях труда. Но и, во-первых, исправность техники – это не только самоцель, это и оптимальные сроки проведения весенних полевых работ, то есть это залог будущего урожая. Осмотреть полевую технику в крае предстоит за неделю, а это порядка 19 тысяч единиц машин. Следующий техосмотр проведут летом. Инспекторы проверят состояние комбайна вперед уборкой урожая. Алтайский край в третий раз присоединился к всероссийской акции «Сад памяти». Первые посадки в рамках проекта прошли в Ключевском лесничестве. Специалисты Ключевского лесничества, Боровлянского лесхоза, воспитанники школьного лесничества, лесные кадеты и сотрудники пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю высадили 30 800 сеянцев на площади 8 гектаров. В этом году планируется высадить 830 тысяч сеянцев сосны, ели и других древесных пород. По предварительным данным, в акции примут участие более полутора тысяч человек. Центральное мероприятие «Сада памяти» проведут в начале мая в Тегунском лесничестве. В Алтайском государственном аграрном университете работает передвижная выставка, посвященная истории Первой мировой войны. В экспозиции представлены артефакты периода 1914-1918 годов. Элементы военного снаряжения и экипировки солдат Антанты и Тройственного союза, награды, денежные знаки и предметы солдатского быта, фотографии и печатные издания. Автор идеи и концепции выставки – председатель Алтайского регионального отделения поискового движения России Дмитрий Вейн. 21 и 22 апреля он просчитает лекцию по истории Первой мировой войны и проведет экскурсию по выставке для всех желающих. Бизнес-форум 2.0 прошел в Барнауле на базе Алтайского государственного института культуры. Среди спикеров были успешные бизнесмены и авторитетные специалисты. Их профессионализм признан не только в крае, но и по всей стране. На форуме обсудили такие темы, как маркетинг, финансы и инвестиции, IT-сферу, общепит, антикризисные меры, методы работы с клиентами и другие. На мероприятии выступили 19 спикеров из разных областей предпринимательства. Нам удалось разработать формат, который дает возможность поучиться один день и сразу применить эти знания на практике. И они практически гарантированно помогут развитию любого дела. Спикеры поделились ценными советами и на примере своего опыта рассказали, как добиться успеха в бизнесе. Это идея, состояние и действие. Вот если эти три слова мы обведем в кружок и будем действовать, у нас все получится. Потому что бывает такое, что есть идея, есть состояние, нет действия. И вот когда есть состояние, ты с ним живешь, нужно реализовать этот проект, и у тебя точно все получится. Среди участников бизнес-форума опытные и начинающие предприниматели. Из-за пандемии и санкций многие из них переживают сложные времена. На встрече им рассказали, как остаться на плаву в период кризиса. Здесь собраны именно те спикеры, которые интересны в том числе и моей сфере. И я надеюсь унести отсюда полезную информацию, все-таки, как дальше двигаться в такое непростое время. По сведениям Краевого гидрометцентра, ближайшие трое суток в регионе похолодает. 20 апреля ночью в Крае преимущественно без осадков. Температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. По востоку до минус 7. Днем в отдельных районах дождь. В последующие двое суток на большей территории региона пройдут дожди. По северу и предгорьям сильный дождь с мокрым снегом. В Барнауле в эти дни также небольшие и умеренные дожди. 22 апреля утром с мокрым снегом. Температура ночью около нуля, днем 20 и 21 апреля плюс 9, плюс 12 градусов. В пятницу чуть холоднее, 5-7 градусов тепла. И на этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня и не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин